Дагестан В танках этой программы сквер у центральной мечети, а вместе с ним еще пять общественных территорий Махачкалы будут благоустроены. С поясом на родину. В аэропорту встретили дагестанского бойца Заура Абдулаева, который защитил титул чемпиона мира по боксу. Бывший помощник начальника исправительной колонии номер 2 Уфсин по Дагестану предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности. По версии следствия, громкий побег шести осужденных из колонии в сентябре 2020 года стал возможен из-за нарушения ответственным сотрудникам должностных инструкций. Согласно обвинению, он в нарушении правил допускал заключенных в Центр трудовой адаптации. Там, в свою очередь, должным образом не был организован надзор за осужденными. Доходаевский район республики может принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Такую готовность выразили депутаты районного собрания. Муниципалитет имеет возможность разместить 20 семейств в служебных квартирах в райцентре Уркарах. Для детей здесь же подготовлено 50 ученических мест в многопрофильной гимназии-интернате. Желающим трудоустроиться администрация готова предложить и работу в системе образования, здравоохранения или в отраслях сельского хозяйства. Напомним, ранее мыр Махачкалы Салман Дадай выразил готовность принять 200 беженцев из ДНР и ЛНР, разместив их в одном из пансионатов столицы. Всего же Дагестан заявил о готовности принять 600 беженцев из Донецкой и Луганской республик. Хочу заверить, что мы примем донбассцев, присущих дагестанским гостеприимствам, уважениям и человечностям. Сегодня комиссионно мы проверяли условия жительства и в квартирах, и в интернате. Они соответствуют хорошему уровню. Поэтому мы готовы сегодняшнего дня принять наших братьев. Сквер у центральной Джума-мечети будет благоустроен. Реконструкция объекта пройдет в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Об этом заявил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Кроме того, по словам городоначальника, будет создано и благоустроено еще пять общественных пространств, в том числе набережная городского пляжа, аллея в поселке Кихулай и сквер на озере Агель. Работы на всех локациях будут завершены до конца этого года. Отметим, что все объекты попали в программу благоустройства путем рейтингового голосования, прошедшего весной прошлого года среди жителей города. Живу здесь рядом. Я на Калинина 39. Сейчас я прихожу сюда и вижу этот парк. Конечно, надо делать это благое дело для народа. Чтобы было желательно, конечно, подъезд, чтобы уже назад, чтобы дорога, это делать. А это все можно снести. Мы тоже поможем. Будем ходить, помогать. И люди тоже, наверное, будут ради. Желательно, чтобы красивые скамейки были сидеть, чтобы люди могли отдыхать, с детьми прогуляться. Вот дело, желательно так делать. Если здесь будет прекрасный парк, выходить с детьми, с семьей вечерком, отдохнуть. Что здесь плохого нет, наоборот, надо улучшить, озеленить город. Притом центральная мечеть стоит рядом. И прихожане будут где-то отдохнуть спокойно. А в поселке Кихулай благоустроят пешеходную зону. Объект находится в оживленной части города. Учитывая пожелания местных жителей, здесь проведут реконструкцию лестницы и благоустроят прилегающую территорию – порядка тысячи квадратных метров. Работы начнутся после определения подрядной организации. От улицы Бубукарова до улицы Школьная. Здесь планируем уличное освещение. Будут установлены опоры освещения. Более 20 опор будет. Здесь неосвещенная была тропа. Людям тяжело было в ночное время передвигаться. Скамейки, урны. Здесь планируем установить несколько родников. Рейтинговое голосование показало, что действительно население поселка и даже городское население, которые по этим лестницам поднимаются на работу, с работы, на отдых, на родники, на жилописный склон Таркетау, что это действительно нужно было реконструировать. Этим лестницам 80 лишним лет. 1939 года построены лестницы. Они уже время не пошатило, вышли уже, как говорится. Даже безопасно здесь. Очень многие, не имея здесь перил, взрослые люди, действительно, вот проекты предусмотрены места для отдыха. Большой подъем. Две улицы соединяют. 250 лестниц. Мы очень рады, что наконец-то этот проект. Давно мы мечтали об этом проекте. Вот Олибек показал нам проект. Мы очень рады. А сейчас рубрика дайджесты с кратким обзором новостей. Хамзан Румагомедов. Сайты по продаже поддельных водительских прав и дипломов заблокировали в Дагестане. Это удалось сделать благодаря работе прокуратуры города Избербаш. Сотрудники надзорного ведомства выявили три сайта, осуществлявших незаконную деятельность. После чего решением суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Дагестан примет третий массовый забег по горной местности. Это всероссийское мероприятие, которое пройдет в этом году, 26 и 27 марта. Маршрут забега проложен по населенным пунктам Куркли, Гергебель, Ирганай и Шамилькала. Регистрация участников забега уже открыта на сайте организаторов. Долги по зарплате в 40 миллионов рублей вернули дагестанским работникам. В прошлом году прокуратура выявила более 7,5 тысяч нарушений трудового законодательства на предприятиях и в организациях региона. К ответственности привлечены около 180 лиц. В Дербенте загорелся второй этаж двухэтажного многоквартирного дома. 15 человек эвакуировано, пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Возгорание произошло по улице Горького, 37. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Республике Дагестан. Пояс WBC Silver вернулся в Дагестан. В аэропорту Махачкалы встретили боксера-профессионала Заура Абдулаева. 19 февраля на турнире в Екатеринбурге Каспийчанин нокаутировал экс-чемпиона мира Хорхе Линареса. Радость победы со спортсменом разделили его родные, друзья и представители Федерации бокса. Тему продолжит Курбан Рагимов. Чемпионский пояс на плече, а на лице счастливая улыбка. Именно так зашел в зал ожидания Заура Абдулаев. В аэропорту Махачкалы спортсмена встречают около 50 человек. Это самые близкие и преданные болельщики. Славу! Чемпион! 19 февраля на турнире RCC в Екатеринбурге дагестанский боксер провел успешную защиту титула. Поединок против экс-чемпиона мира в трех дивизионах Хорхе Линареса выдался упорным. Начало сложилось в пользу венесуэльца, но во второй половине Каспичанин выровнял положение и стал работать активнее. Абдулаев дважды отправил соперника в нокдаун. Рефери остановил бой в конце 12-го раунда. Я знал, что тяжелый соперник будет. И так же готовились мы очень усердно. Три месяца у нас такие усердные тренировки были. У нас бой пошел по плану. Все контролировали. В общем, все успешно прошло. Хотел всех поблагодарить, кто болел, всех родных, близких. И кто поддерживал и финансово, и рядом был. На бой тоже приезжал. Всех тренеров хотел поблагодарить своих. Всех, кто был рядом и поддерживал. Всем большое спасибо. Готовились очень тщательно. Самое главное у нас была задача не получить травмы, не заболеть. И основной упор дать именно на функциональную часть. Потому что мы понимали, что у Ленареса это есть проблема. И это был наш такой шанс, который мы использовали. И, соответственно, по воле Всевышнего, он принес победу Зауру. Прежде всего, Заур молодец. Он психологически очень был хорошо настроен. Очень мотивирован. Теперь в планах Заура заслуженный отдых. А после подготовка к очередному бою. Абдулаева ждет поединок за золотой титул чемпиона мира WBC. Вероятный соперник – американец Дэвид Хейни. Боксеры уже встречались в 2019 году. Тогда дагестанец получил перелом костей лица и уступил. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Боксер-профессионал Раджа Бутаев проведет первую защиту пояса 16 апреля. Следующий поединок дагестанца пройдет в США. Соперником Бутаева станет представитель Латвии Эммантас Таненис. Воспитанник Хасавертовской школы бокса не знает поражений на профессиональном ринге. В его активе 14 побед, 11 из которых одержаны досрочно. У оппонента 13 побед и ни одного поражения. Напомним, Раджа Бутаев завоевал пояс WBA в октябре прошлого года, отправив представителя США Джамала Джеймса в нокаут. И это были все новости на сегодня. Я напоминаю, что смотреть нас также можно на сайте nnttv.ru и на нашей странице в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин